Казанская команда Третий тур студенческой футбольной лиги. В каком положении сборная Казанского федерального? Горячий лед и нелегкая победа юлбарцев в матче студенческой хоккейной лиги с командой Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Кубок университета набирает обороты. Обзор матчей 1-8 финала. Акбар с абсолютным успехом возвращается домой из своей поездки во Владивосток и Хабаровск. Во всех четырех матчах команде удалось обыграть своих соперников. Кроме того, видно, как команда начала прибавлять в разных аспектах игры. О том, как прошла дальневосточная выездная серия для команды, расскажет Рустам Габасов. Дальневосточное турне Акбарса подошло к концу. И своей поездке во Владивосток и Хабаровск казанцы забрали 4 победы из 4 возможных, что не может не радовать. Играть на Дальнем Востоке всегда трудно. Сказывается разница во времени. Казанский клуб опубликовал свое расписание во время их пребывания во Владивостоке. В 14.00 завтрак, в 20.00 обед, а ужин был аж в 2 часа ночи. Но это не помешало зеленым показать хорошую игру. Второй матч против Адмирала получился выше всяких похвал. Акбарс доминировал на протяжении всей игры и результат 3-0 вполне закономерен. Этот матч стал особенным для Артура Ахтямова. В этой игре он оформил свой первый сухарь, хотя работы у него было достаточно. Голкипер совершил 35 спасений ворот для своей команды, что не может не радовать тренерский штаб, хоккеистов и болельщиков. Ахтямов достойно проявляет себя, пока отсутствует основной вратарь команды Тимур Белялов. Я считаю, что главным итогом Дальневосточного выезда Акбарса являются не победы и не количество заброшенных шайб, а уверенная игра в воротах Артура Ахтямова. Это 21-летний воспитанник казанского хоккея, который наконец-таки получил свой шанс после травмы Тимура Белялова и Амира Миштахова. В октябрьских матчах на нем лежит огромная ответственность. И со своей задачей он очень хорошо справляется, играет очень хладнокровно, спокойно. Не знаю, что будет после возвращения Белялова, сможет ли он составить ему конкуренцию за первое место, но думаю, за второе с Амира Миштаховым точно может поконкурировать. Он этот шанс точно заслужил по выступлениям в прошлом сезоне, когда играл за Альметьевский нефтяник и не раз был признан лучшим игроком месяца в высшей хоккейной лиге, поэтому у него есть все шансы, будет интересно очень посмотреть за ним. Возможно, Беляли Динов задумается о месте Ахтямова в команде и теперь будет давать ему больше игрового времени. Этот матч стал первым в сезоне, в котором Акбарс не пропустил, а их соперник Адмирал впервые не смог забросить ни одной шайбы. Следующая точка на карте была в Хабаровске. Матчи с Амуром вышли тяжелее для казанского клуба и результативнее. В первой игре хабаровчане смогли навязать казанцам борьбу, стараясь не отпускать далеко по счету своих соперников. Но тут снова блистала новая тройка Акбарса – Радулов, Шипачев, Яшкин. Данное звено является одним из самых результативных в КХЛ. В 45-й минуте игры казанцы вели в счете 5-1, однако умудрились пропустить две шайбы от Грачева, что добавило интриги к концовке матча. Но больше забить Амуру не удалось. Акбарс одержал победу со счетом 5-3. В последнем матче в выездной серии команды поменялись ролями, и уже в роли догоняющих были казанцы. Была видна большая отдача от команды Зентулы Хайдаровича. Хоккеисты играли очень самоотверженно, что идет, конечно же, на руку команде. Игра перешла в овертайм, в котором капитан Акбарса Александр Радулов вновь показал, что не просто так является лидером зеленых, отправив шайбу в сетку ворот соперника. Но не обошлось, конечно же, без важнейших сейвов Ахтямова, чья игра с каждым матчем становится увереннее. Акбарсу за выезд на Дальний Восток можно поставить твердую пятерку, 4 победы в 4-х матчах. Со всеми проблемами, которые у них были, они справились. Здесь, может быть, и проблема с акклиматизацией, с тем, что площадка немного другого размера, разный часовой пояс, дальний перелет. Все эти проблемы естественные, да, но, как мы видим, команда Белядинова с ними очень хорошо справилась. Считаю, что это победа на классе. У Акбарса совершенно игроки другого уровня, которые способны каждый полумомент преобразовать в гол. Вот, и поэтому победы эти получились. Здесь даже не важно, как играет Амур, как играет Адмирал. Акбарс отталкивался чисто от своей игры и от своих игроков. Так прошла серия Акбарса на Дальнем Востоке. Теперь команда возвращается домой, где 20 октября примет в своих стенах Сибирь. В третьем туре студенческой футбольной лиги Казанскому федеральному университету предстояло играть с лидером турнирной таблицы по Волжским государственным университетам физической культуры, спорта и туризма. Сенсации не произошло, и КФУ терпит уже третье поражение подряд в сезоне. О том, с какими проблемами столкнулась команда, смотрите в сюжете нашей съемочной группы. Старт сезона в студенческой футбольной лиге у федералов получился катастрофическим. Два поражения в двух турах, всего два забитых гола и десять пропущенных. Команде нужна победа, чтобы поднять боевой дух. Но в третьем туре играть предстояло с Поволжским государственным университетом физкультуры, спорта и туризма, который является лидерами турнирной таблицы из самой малопропускающей команды лиги. Да и статистика личных встреч полностью на стороне Поволжского университета. Семь выигранных матчей из восьми и одна ничья. Все указывало на то, что для КФУ данный матч будет очень тяжелым. Сложности начались уже в первом тайме. ПГУ в Ксид держал федералов в напряжении всю первую половину. Юлбарсам, конечно, удавалось подойти к воротам соперника, но создать по-настоящему голевой момент нет. Зато получилось у Поволжского университета. На 30-й минуте Максим Шиляев забивает первый гол в ворота федерального университета. Во втором тайме ситуация не изменилась. ПГУ в Ксид создавал опасные эпизоды один за одним, и на 48-й минуте Артур Нечаев забивает второй мяч для своей команды. Усталость КФУ чувствовалась. Футболисты не успевали к мячам, не доиграли в некоторых эпизодах, и как результат третий мяч стал лишь вопросом времени. Вышедший на замену Вадим Маслов устроил преимущество для Поволжского университета. Итоговый счет 3-0 в пользу Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма. Однако вся проблема кроется не столько в классе игроков, потому что в предыдущей игре между командами федералы играли куда лучше. Да, они проиграли, но в упорной борьбе со счетом 3-2. Вся проблема команды – это ротация. Ноль игроков на скамейке запасных, в то время как у соперника целых пять футболистов на лавке. И эта проблема идет с начала сезона. Только если в первом туре у Казанского федерального университета было три игрока в ротации, во втором уже пять, то в матче с лидером таблицы команда осталась без поддержки со скамейки запасных. У нас ряд игроков получили травмы. Это первый фактор. Второй – то, что не совсем удобное время. Студенты у нас, к сожалению, не могут пропустить некоторые пары. И поэтому, соответственно, не можем рассчитывать на ряд игроков, включая то, что у нас на последней игре не было даже одной замены. Играли тем составом, который играл от начала и до конца. Ясно точно то, что без усиления команды новыми футболистами, которые смогут заменить основных, побеждать будет практически невозможно. На данный момент мы ищем новых молодых игроков, которые подключатся к команде и в дальнейшем попадут в основу и будут продолжать дальше играть. Надеемся, в следующей игре уже будет результат другой. Однако, даже если сборная КФО обзаведется новыми игроками, то им нужно будет время для адаптации к команде. Осталась половина матчей, и в первом групповом этапе все эти проблемы нужно решать. Иначе юлбарсы рискуют вылететь из высшей лиги СФЛ. Эмилия Хамитова, Алина Чупрова, Неделя спорта. Продолжаем тему студенческого спорта. Казанские юлбарсы на прошедшей неделе встретились с командой Казанского государственного архитектурно-строительного университета, но уже на льду. Это один из первых матчей года в рамках студенческой хоккейной лиги. О напряженной борьбе и важных моментах игры расскажет наш корреспондент Маргарита Бондаренко. Спортивная баталия на коньках и настоящая страсть соревнований. За победу в студенческой хоккейной лиге боролись Казанский федеральный университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет. На льду сошлись два настоящих гиганта хоккейного спорта. Игроки обеих команд проявили свое физическое мастерство и желание победить. Безупречные технические навыки и атакующие стили игры помогли КФУ открыть счет уже на шестой минуте первого периода. КГСУ сумели отразить мощные удары федералов и сравнять счет. Первый отрезок игры команды закончили наравне. Счет 1-1. Буря эмоций на зрительских трибунах. Второй период матча начался с быстрых и точных атак архитектурно-строительного. КФУ не собирались сдаваться и держали все под контролем. Обе команды настолько активно защищали свои ворота, что ни одна шайба в периоде не была забита. Счет по окончанию этого периода тот же. 1-1. Третий тайм – блестящая защита. КГСУ не давали противнику пробиться и забить шайбу. Федералы не сдавались и атаковали раз за разом. Крики болельщиков, частые офсайды и страсть к игре. Последний отрезок матча закончился со счетом 1-1. Игра была отличная, понравилась, но было очень много нерезонных моментов. Что с нашей стороны, что со стороны соперника. В принципе, игра была динамичная, все было хорошо. По окончании основного времени счет остался равным. И все решалось в серии булитов, где нападающий КФУ переиграл вратаря и принес победу команде. По итогу матча КФУ начал новый сезон студенческой хоккейной лиги с победы. Кубок университета набирает обороты. На прошлой неделе было разыграно сразу четыре путевки в четвертьфинал. Началось все 11 октября в Униксе. Институт физики играл против Института математики и механики имени Лобачевского. А Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций против Института вычислительной математики и информационных технологий. В матче физфака против Мехмата явными фаворитами были первые. Однако, несмотря на статус аутсайдера, без боя Мехмат эту игру не сдал. Были опасные моменты как у одних, так и у других. Физики принялись с первых минут прессинговать своих соперников, не давая просто так выйти из своей зоны. Первый тайм закончился с минимальным счетом 1-0 в пользу Института физики. А все остальные голы пришлись на вторую половину матча. Мехмат хоть и пытался огрызаться, но разница в классе команды была видна. Институт физики одерживает победу за счетом 5-1 и выходит в следующую стадию Кубка. Второй матч игрового дня проходил по сценарию предыдущего. Первый тайм шел ровно и по его окончанию счет был 1-1. Во втором отрезке игры команды раскрылись и стали создавать больше опасных моментов. Однако забить удалось футболистам из снимка. После второго гола футболисты в белом стали больше насаждать на чужие ворота. И это принесло результат. Институт социально-философских наук забивает третий мяч, а спустя небольшое количество времени и четвертый. Усталость игроков из снимка чувствовалась. У команды было всего два футболиста на скамейке запасных. И в МИД этим воспользовался и отыграл один мяч. Но это стало последним результативным действием команд в матче. 4-2. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций неожиданно для многих проходит дальше. 15 октября в матчах 1-8 встретились сборные Института экологии и природопользования и Набережной Челенинского института. А после – Института управления экономики и финансов и Института психологии и образования. По итогу первого тайма Набережной Челнинцы пропустили лишь один гол. Счет 5-1. Второй тайм начался с активного прессинга Набережных Челнов. И это сразу же дало результат – три забитых мяча. Под конец тайма НЧ забили еще один гол. Но сборная Института экологии все же смогла поразить ворота соперников еще двумя мячами. Итог встречи – 9-3 в пользу Набережной Челнинского института. Во второй игре на поле вышли команды ИУФ и ИПО. С первых же секунд команда эконома отправляет мяч в ворота соперников и открывает счет в игре. Институту психологии и образования удается сравнять счет лишь на 10-й минуте. Затем каждая из команд забила еще по одному мячу. После чего ИПО начинает активные атаки и выигрывает первый тайм со счетом 4-2. Во втором тайме обе команды усилили защиту. И почти все игровое время никто не мог забить гол. Под конец игры Институт психологии и образования все же смогли пробить защиту эконома и одержали победу в матче со счетом 7-2. На сегодня все. Это была неделя спорта. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин